Кирилл Жигулин, Полина Глушкова, Серёжа Харчевников. На лечение этих малышей со страшными диагнозами деньги собирали всем миром. Чиновники Минздрава уверены, всё дело в недостатке информации. Люди бегут в СМИ и в прокуратуру, хотя для начала можно обратиться в министерство. Общественники возразили, пока человек пройдёт все бюрократические ступени, лечить будет некого. Не просто воевать с Минздравом, потому что мы воюем с Минздравом, а время уходит на эти войны. А мы хотим просто друг с другом работать, и это время, которое мы можем дать ребёнку для лечения. Равнодушие медработников, проволочки в оказании помощи и бюрократические препоны. Чтобы бороться с этими пороками медицины, чиновники и общественники решили создать специальную рабочую группу. Обратился человек, пришёл в больницу, допустим, с больным ребёнком, ему помощь не оказали. Куда бежать? В Минздрав, кому жаловаться? Время идёт, чтобы он знал, кому нужно прийти. И пришёл в эту группу. Эта группа уже связалась с Минздравом, потому что мы с вами взаимодействуем. И вы уже могли повлиять быстрее, разобраться. На самом деле врач не делает то, что должен, или это связано с чем-то другим. Минздрав признаёт, в медицине полно проблем, с которыми они не справляются. Например, кто должен ухаживать за безнадёжными больными? В Хакасии попросту нет специального центра. Варианты предложил местный Красный Крест. Стационар на дому, когда специалист приезжает именно в то место, где, скорее всего, на квартиру, где человек находится, оказывает все медицинские назначения. Ну и плюс в эту бригаду ещё, конечно, психолог профессиональный или просто волонтёры, люди, которые обучены психоциальной поддержке больных. Чтобы найти конкретные решения проблем здравоохранения Хакасии, общественники взяли тайм-аут на три недели. В следующий раз общественники и чиновники соберутся в канун Дня защиты детей. Таира Читафи, Евгений Сульбереков. Новости. Седьмой телеканал.